Свято-Иоанновский женский монастырь Свято-Иоанновский 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 монастырь следствием октябрьского переворота от церкви в Отечестве. Многие из иерархов православной церкви, оказавшиеся в эмиграции, отказались подчиниться священноначалью православной церкви в Советской России, считая ее несвободной в своих решениях в условиях атеистического режима. Они знали, что церковь пошла на непозволительные компромиссы с богоборческой властью. В 1927 году сенат русской православной церкви за рубежом постановил прекратить всякое каноническое общение с московской церковной властью. В отношениях двух церквей на долгие годы воцарилась холодная война. Эмиграции церковь обвиняли в том, что они пастыри бросили стадо свое. Те же в ответ говорили, что соглашательство с советской властью привело к тому, что было убито более 200 тысяч священнослужителей Русской Православной Церкви, более полумиллиона репрессированы. Огромность этой цифры указывает на то, что было уничтожено несколько поколений священников. Александр Солженицын называл это искусственным отбором, совершающимся над народом, когда погибают лучшие, остаются же худшие. Церковные власти Советской России, позже СССР, обвиняли небеспочвенно в сотрудничестве с КГБ. Ну вот, в 2007 году произошло событие, которое многие назвали главным событием года. Был подписан акт о каноническом общении. Церкви воссоединились. Однако, часть священнослужителей Православной Церкви за рубежом отказались от вхождения в Московский Патриархат, считая, что он все еще не излечился от болезней, привитых советской властью. Это им сдаимство за исполнение священных таинств и ввязывание в политические игрища и многое другое. Не присоединившиеся от таких приходов монастырей достаточно много по всему миру, ушли под юрисдикцию епископа Одесского и Таврического Агафангела. Многим, правда, пришлось покинуть прежние насиженные места. Мы не будем сегодня анализировать эту ситуацию. Скажем одно, люди приняли решение не из простых. Останься они там, и жизнь бы текла так же размеренно, как и раньше. Ну вот же, уехали. Вот так монастырь перебрался сюда, под Одессу. Новое место оказалось неприветливым. Опять недостроенное холодное помещение, земля с углина, где и картошка с фасоль размером родится. Не было отопления, электричества. На таможне у монахини отобрали иконы, колокол. Теперь, как и во многих сельских церквушках, монахини вместо колокола используют обрезанные кислородные баллоны. Чудом удалось провести вот этот кусок кости мамонта, найденный неподалеку от Ишимского монастыря. Нам армия помогала. Вы же знаете, это украинская армия нам помогала. Нам выдали армейские кровати, армейские одеяла. Мы ничего не имели, потому что все то, что мы привезли, так 3, наверное, или 4 месяца нам не выдавалось. Это все это как в контейнерах, как все это было. Только в глубокой зиме мы получили свои вещи. Зато удалось забрать с собой нескольких любимцев сибирских котов. Увы, местные жители, не сильно сведущие в церковных перипетиях, встретили монахини доброжелательно. Котов сибиряков потравили, обвинив в воровстве цыплят. А монахинь долгое время сторонились. Ну и то, даже некоторые говорят, что боятся, думают, что действительно какая-то секта, или какие-то мы как-то что-то делаем, что-то как выражили. И все же они не сдались. Начали опять с нуля поднимать монастырь.